Здравствуйте! Это новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главная тема на сегодня. Беспрецедентные меры поддержки. Путин дал ряд поручений по обеспечению газом и светом жителей Дагестана. Прощай оружие. Правительство республики готово платить населению за добровольную сдачу огнестрельного. О ценах на автоматы и винтовки расскажем через несколько минут. Лысый хищник снова в деле. Магомед Исмаилов проведет бой с Александром Шлеменко. Подробности в спортивном обзоре выпуска. В Дагестане начнутся масштабные мероприятия по обеспечению населения газом и светом. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, комментируя поручения данные по этим вопросам президентам России. Утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений позволит запустить в республике большую работу по реализации проектов газоснабжения и развития энергетического хозяйства. Это беспрецедентный случай, когда на федеральном уровне приняты меры в целях обеспечения газом и электричеством жителей отдельно взятого региона. Но нужно помнить, что впереди кропотливая и длительная работа, которая потребует совместных усилий органов власти и ресурсоснабжающих организаций. А также терпение со стороны дагестанцев, написал Меликов в Инстаграм. Напомним, в конце декабря глава государства на пресс-конференции пообещал разобраться с проблемой энергоснабжения в Дагестане. После этого Руссети сообщали о планах вложить в модернизацию сетевого комплекса региона более 7 миллиардов рублей. Дагестан назван лидером по количеству преступлений террористической направленности в стране. За 11 месяцев прошлого года, по данным Генпрокуратуры, в регионе зарегистрировано 478 преступлений подобного рода. В ТОП-10 также вошли Москва, Чеченская республика, Ингушетия, Крым, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставрополье, а также Красноярский край и Приморье. Отметим, что по квалификации силовых ведомств под преступления террористической направленности попадает не только совершение терактов, но и финансирование экстремистских течений, телефонный терроризм, вербовка в запрещенной организации и другое. Отдай автомат и получи вознаграждение. За добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ жители Дагестана получат больше денег, чем раньше. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов. При этом гражданин освобождается от уголовной ответственности при условии, что с помощью этого оружия ранее не было совершено преступление. Согласно документу, стоимость пистолета выросла с 45 до 55 тысяч рублей. За автомат теперь можно получить до 80 тысяч. Цена ручного пулемета выросла до 75 тысяч, снайперская винтовка – 60, а охотничье ружье можно сдать за 3 тысячи рублей. Не стало главы Кумтаркалинского района Дагира Абдурагимова. Накануне вечером после тяжелого ДТП чиновник был доставлен в больницу и прооперирован. Спустя несколько часов, не приходя в сознание, он скончался. Абдурагимов исполнял обязанности главы района с июня 2021 года. Ему было 53 года. В Махачкале чествовали лучших добровольцев республики. Традиционное мероприятие прошло в Министерстве молодежи региона. На встречу были приглашены представители благотворительных фондов и волонтерских объединений. Отличившихся по итогам года наградили благодарственными письмами и почетными грамотами ведомства. Итоги года наградили самых лучших добровольцев региона. Спасибо огромное всем за то, что вы делаете, за то, что вы изменяете нашу республику, страну и весь мир к лучшему. Мы в этом году смогли открыть новое направление добровольчества. Это палеотивное направление. Новое направление в добровольчестве – это добровольческая помощь благотворительным организациям. Я думаю, что у нас самое лучшее еще впереди. 22 направления в регионе мы уже развиваем. Дальше только больше. Магомед Исмаилов и Александр Шлеменков встретятся на турнире Лиги РССИ. Бой состоится в июле этого года. Поединок пройдет в средней весовой категории. Отметим, что Магомед Исмаилов выступает на профессиональном ринге с 2011 года. За это время он провел в ММА 21 бой, в которых одержал 17 побед и потерпел 3 поражения. Еще один поединок завершился ничейным результатом. А вот Александр Шлеменко является бывшим чемпионом Лиги Беллатр. Его рекорд в смешанных единоборствах насчитывает 61 победу и 13 поражений. А также один поединок завершился в ничью. Еще один дагестанец проведет свой бой 26 марта уже на турнире UFC. Аскар Аскаров встретится с новозеландцем Кая Кара Францем. Победитель этого противостояния будет биться за чемпионский пояс. В настоящий момент Аскаров является вторым номером в рейтинге наилегчайшего веса. В американском промоушене он провел 4 поединка. Одержав 3 победы, еще один поединок завершился ничейным результатом. У его оппонента 23 победы и 8 поражений. А также один поединок завершился в ничью. Место проведения турнира будет объявлено позже. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» возглавил сербский специалист Горан Алексич. Он имеет тренерскую лицензию категории «Про-УЕФА». Российским любителям Алексич известен по работе в Амкаре. А вот прежний главный тренер махачкалинцев Ахмед Магомедов, руководивший клубом с прошлого сезона, станет ассистентом Алексича. Отметим, что в «Динамо» сербу пригласил Гаджи Гаджиев, с которым он работал в Амкаре. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова